Информационную карту антология современной крымской мифологии составили в Украине. Журналисты, историки и другие эксперты выделили 30 наиболее распространенных мифов о полуострове, крымчанах, крымских татарах и оккупации. Идея, отмечают эксперты, родилась после первой годовщины аннексии полуострова. После мониторинга информации о ней выяснили, что украинские и зарубежные журналисты в своих материалах допустили много ошибок и неточностей. От самых простых, но раздражающих, вроде написания прилагательного крымско-татарский через дефис до таких довольно серьезных, которые были озвучены публичными интеллектуалами. Дескать, крымчане самоопределились по примеру Косово или что-то в этом роде, провели референдум, давайте их оставим в покое. И тогда мы пришли к мнению, что нужно нам, во что бы то ни стало, дать прежде всего украинским журналистам, а также международным обозревателям список самых главных заблуждений по крымскому вопросу, которые мы смогли найти. Авторы брошюры обещают, скоро она попадет в каждую редакцию каждого СМИ страны. Пресс пространят ее и иностранным журналистам. Исследование написано на русском языке и переведено на английский. Вскоре появятся переводы на украинский и крымско-татарский. Информационную карту можно будет найти в свободном доступе в сети интернет. Больше десятка экспертов почти полгода работали над созданием брошюры. Каждый из них вывел свой личный топ главных мифов, с которыми нужно бороться в первую очередь. Для политобозревателя Павла Казарина это миф о том, что из Крыма уже якобы уехали все проукраински настроенные люди. Это неправда. Я понимаю, что может быть просто крымские, проукраински настроенные крымчане, они просто сейчас не слышны. Но знаете, точно так же в 2013 году мы не слышали всех тех людей, которые чуть позже уйдут в добровольческие батальоны и в волонтерское движение. Я просто напомню, что еще в середине 2013 года социологи показывали, что в Украине присутствует 64% граждан, которые не готовы выходить на акции протеста. Точно так же и проукраински настроенные крымчане. В Крыму они есть, они просто во внутренней эмиграции. Не нужно об этом забывать. Информационная карта рассчитана не только на журналистов, но и на жителей всей страны, в том числе и оккупированных территорий. Ее авторы надеются, что информацию увидят и в России. Развенчание мифов – это еще одна составляющая большой работы по деоккупации полуострова, считают эксперты. Продолжение следует...